Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, мои дорогие гости канала! И здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал! Канал у нас с общими онлайн раскладами, с ритуалами, с медитациями, с ритуалами онлайн, которые пригодятся в вашей жизни. И вы можете их посмотреть в любое время, независимо, когда это видео снято. Пожалуйста, мои дорогие подписчики, проверяйте свои колокольчики на подписках. Колокольчик должен быть темного цвета, с двумя палочками на боку, как будто он звенит. Проверяйте, ютуб их сбрасывает, проверяйте, и вам не приходят уведомления. Вы знаете, что у меня действительно какой-то особый дар моим голосом. У нас он дар по женской линии. Мы можем гипнотически воздействовать голосом на человека, сбрасывать с него с глаза небольшие негативы. А вот чистки, да, это делается отдельно, лично. Чистку полную можно сделать только лично, или по фотографии, или по вещи. А онлайн-ритуалами чистки – это только поверхностно. Да, снимется небольшие с глаза, обиды, зависти. Вы же не будете сто дней подряд делать онлайн-ритуал. Вы где-то ошибетесь и не станете его прослушивать, где-то какие-то дела. А мастер снимает обычно, сильный мастер в один день может снять все. Некоторые мастера работают по три дня подряд, некоторые по девять дней подряд. Все зависит от мастера, от того, какая у него методика и какая сила. У меня есть второй канал, у нас два канала. Ведунья Вивиена с серебряной кнопкой и этот канал Вивиена, Эзотерика и Жизнь. Также заходите в социальные сети. В Facebook есть группа ВКонтакте, страница. Также есть Яндекс.Эфир. Там я везде называюсь Яндекс.Эфир и ВКонтакте Вивиена, Эзотерика и Жизнь. Везде именно так, чтобы вы сразу быстро нашли. Если вы заходите в Яндекс.Эфир, то открывается сам этот Яндекс.Эфир и вверху большая такая полоса написана «Найти». Забиваете большими буквами Вивиена, Эзотерика и Жизнь и выходит мой канал. Поддержите меня, пожалуйста. Я вам очень всегда благодарна, всегда с удовольствием снимаю видео. И сегодня мы тоже будем снимать видео. Это будет онлайн-расклад. Залезем в его голову, поковыряемся в его мозгах. Доволен ли он своей жизнью? Разговор наш с ним будет. Посмотрим, что он будет говорить. Что он скажет, что он может не показывать вам, не показывать другим. А мы залезем в его голову. Посмотрим его мысли, его чувства. Также еще хочу сказать. Я уже несколько раз говорила про принимальщиц. Что это кратник. Что надо знать, какие слова произносите. Теперь вот на этом канале я поставила запрет на вот такое слово-сочетание. На это слово принимаю. Я вам ничего не давала и не говорила, принимаю. Объясняла несколько раз. Вот за вчерашний день у меня, оно как в спам выходит теперь, 22 комментария. И знаете, и от тех, которые уже слышали об этом. То есть это получается неуважение или нарочно, или просто непонимание. Мне без разницы. Я вам объяснила, что означают слова. И очень многими словами можно как воскресить человека к жизни, а также и убить. Мы другие, мы не такие, как вы. Мы обладаем другой силой. И поэтому вот именно в моем голосе, именно гипноэзотерика. Вы когда смотрите расклад, некоторые закрывают глаза и засыпают. Говорят, я заснула. Значит, на вас был небольшой негатив. Зависть, обиды, еще что-то. Оно снялось. Потом опять пересмотрите. Некоторые пишут, что после я смотрю ночью, смотрела ваш расклад ночью и не смогла заснуть. Потому что мой вот этот вот сеанс, это как сеанс идет. Это как ритуал идет. Хотите, как хотите, называйте. И я даю вам поток энергии. И, конечно, не надо смотреть на ночь. У кого достаточно все чисто в энергетике, то это будет большой заряд. Это надо утром смотреть. Точно так же, как нельзя читать мантры на ночь. Иначе вы не заснете. Потому что они дают заряд энергии. Поток энергии. Я вам даю поток энергии своей гипноэзотерической силой. Есть такой разряд в эзотерике. Гипноэзотерика. Это что-то очень похоже на НЛП, потому что НЛП – это тоже воздействие на человека определенными словами. Гипноз – это тоже воздействие на человека определенными словами. Гипноз не есть плохо. Ведь очень людям, именно гипнозом, помогали доктора, психотерапевты, гипнологи. И это просто воздействие на вас, чтобы ваша душа успокоилась, чтобы вы улыбнулись, что увидели, что мир прекрасен. На второй день идет ливень, дождь, пасмурно, душно, и все равно так прекрасно. Вчера был вообще тропический ливень, невозможно было выйти, сегодня поменьше, на какое-то время чуть-чуть прекратился, и это так прекрасно. Вся листва стала зеленой и чистой. И вот так же вы очищаетесь, когда я делаю с вами расклады, и всем говорю, идите по светлой жизни, начинайте свой путь. Знаете, еще скажу, вот тайм-коды у меня будут стоять, кто не хочет слушать, не слушайте. Я вам даю заряд этой энергии. Вот мне говорят, ой, он меня бросил, он ушел к любовнице. Вот не бросил, он говорит, его она увела. Нет, девочки, они уходят от нас. И вот когда вы поймете, что они уходят от нас, а не к ним, вот тогда вы поймете вот эту силу вселенной, силу мироздания. Где-то и ваша вина была, почему он повернулся, почему ее попка вдруг больше привлекла. Потому что когда мы часто живем с мужчинами, мы их пилим, ты это должен, ты это должен, а мы никому ничего не должны, ни он вам, и ни вы ему. Нужно принимать человека, какой он есть. А не хотите, тогда сразу открывайте дверь, идите дальше. Не надо себя мучить. По пять, по десять, по двадцать, по сорок лет. А потом дверь открывается, и он пошел. А вы, извините, не работай, ничего. Да и пенсию не заработали. И что? Ничего, пустота. Поэтому каждый человек приходит в этот мир именно для того, чтобы созидать, сделать планету Земля краше, не быть рабом кого-то, а быть самим собой, человеком. И сейчас мы с вами начнем расклад. На другом канале тоже выйдет видео сегодня. Хотела вчера, но у нас тут ротовирус, и немножко меня захватило. Чуть-чуть. Хотя у нас у местных здесь иммунитет. Так, доволен ли он своей жизнью? Разговор с ним, его мысли. Вот он у нас, красавец мужчина. Его мысли. Его чувства. И доволен ли он? Вот так отставим его, чтобы он нам не мешался. Ой, упал, упал. Значит, правильно, карта упала. Значит, хотят нам сказать что-то высшие силы. И я еще раз говорю, кто зашел случайно по ленте на канал, это высшие силы вам сказали, зайди, ты что-то здесь узнаешь. Это не просто так. Случайностей в жизни не бывает. И давайте теперь посмотрим, что у него, кто он такой вот на самом деле, его характеристику. Я всегда так начинаю. Всегда так начинаю. Сейчас, чтобы не было видно. Ой, задела камеру, извините. Я всегда так начинаю. Какой он у нас? Успокоились все. Слышите только мой голос. С открытыми глазами представляете партнера. Спрашивайте его. Называйте его по имени. Каждый свой. Своё называет имя. Мужчины смотрят, можете точно так же интерпретировать под себя. Доволен ли ты своей жизнью? Разговор с партнером. Это могут смотреть и на бывших, и на настоящих, и с кем поссорились. Начало подходит, да, смотрите дальше. И мои расклады, что удивительно, проходит какое-то время. Вот мне девочка написала, два года уже прошло. Она сказала, я смеялась, а знаете, всё сбылось. Так, какой он на данный момент, наш партнёр? Что у него? Что у него? Будем вот так смотреть, что у него. Так, у него, у него. Да, сейчас смотрим, что у него. Так, видно карту. Видно карту. Видно карту. Ну, у многих человек будет дома на сегодняшний момент. Вот дома или связанным как-то с домом, с семьёй. У некоторых это будет действительно, что человек находится в браке. Но могу сказать, что на данный момент у человека там в доме, в семье, это может быть, конечно, и не обязательно брак, это может быть и просто семья родителей, но там что-то нехорошо. Там какие-то конфликты, недоразумения. И человек хочет куда-то сбежать. Ну, может быть, поехать в командировку или ещё куда-то. Отделиться. Устал он, устал. А в доме он показывает, что всё прекрасно, удивительно, как он там благородно всё ведёт. А на самом деле, сбежать бы оттуда. Человек может иметь автомобиль, машину, но у него одно желание. Я хочу уехать, вот куда-то уехать, вот уехать от них отдельно, уехать хоть на недельку, ну, хоть на что-то. Теперь ещё будем смотреть, что у нас с мужчиной. Давайте посмотрим, а что у него в ближайшее время было. Ну, вот что было. Он человек, по-моему, на каком-то распутье. Вот на каком-то распутье, какой-то раздрай, в семье у него не совсем хорошо. Возможно, он это скрывает, он показывает, как будто всё прекрасно, удивительно. А на самом деле, это показуха. У него сейчас, и в прошлом, ближайшем, у него было, именно он стоит на распутье, он не знает, как поступить. Он недоволен уже тем, по какой дороге он идёт. Он хотел бы другую дорогу. Сейчас посмотрим. Это мы смотрим его. Ну, да, тут человек действительно, у кого-то он в паре, может, он и с вами в паре, и недоволен тем, что происходит. Здесь человек в паре, и здесь действительно недружная семейка. А здесь уже как-то вот притираемся, не притираемся. Есть какие-то разногласия. Человек не очень доволен. Это мы дали характеристику этого человека. Подходит? Да. Могу ещё сказать, что этот человек, мужчина, он любвеобилен. Любит он женщин, если это мужчина. Если это женщина, она любит пофилькратовать с мужчинами. И он умеет себя преподнести. Вот знаете, прям показать, какой он, какой у нас мачо, какой у нас такой вот прям принц датский. Умеет показать, умеет в глаза перцу засыпать, ничего не поймёшь. И на уши лапшу навешать. Вот какой-то есть такой, у него какая-то есть такая изюминка. Вот умеет он пикапить. Вот пикапить. Он умеет сразу в душу залезть. Это мы посмотрели мужчину. И начнём сейчас расклад. Если вам подходит вот эта характеристика вашего мужчины, то будем продолжать дальше. Я всегда начало смотрю на колоде Ленорман. Ну, не знаю, так привыкла, так удобно. И они очень чётко говорят о событиях. Ну и теперь начнём. Буду смотреть на трёх колодах я сегодня. Мифологическая колода, колода цыганская. И две колоды ещё торопимся докладывать. Ну, давайте теперь посмотрим. Мы вот характеристику его увидели. Доволен ли он жизнью? Разговор с ним. Ну, как ты доволен жизнью? А давайте так поговорим. Вы будете говорить, он будет говорить. Вот так вот. Доволен ли ты жизнью? Мы спрашиваем его. Доволен ли ты жизнью? Так, видно нам? Доволен ли он жизнью? Знаете, вот он так показывает, что знаете, для человека очень важно, важный момент, это, как я говорю, золотые монеты, деньги. Для него очень важно деньги. Но сейчас почему-то он всегда считал, что ему удача как-то, удача сопутствует, и боги за него. А сейчас ему надо что-то начинать новое, или у него какой-то раздрай, ему надо что-то начинать новое, ему надо что-то придумывать. Он сейчас не знает, что он делать, как ему будет начинать заново. В отношениях с людьми у него конфликты возникают, он не понимает, почему. В договорах, с друзьями, с женским полом. Доволен ли ты жизнью, какой ты живешь? Эх, интересный ты мужчинка у нас. Что могу сказать? Действительно, у человека сейчас идут очень большие проблемы в жизни. Вот знаете, как мы смотрели сначала, он бы очень хотел укрыться от всего. У него какие-то разбирательства, у кого-то это будут судебные разбирательства, у кого-то это муниципальные, еще какие-то. Но здесь, вот знаете, он всегда себя чувствовал орлом, победителем. А сейчас, а сейчас он как раз та жаба, которую орел может поймать. У него какие-то, тут идут и денежные какие-то вещи, судебные могут быть какие-то вещи. Это у каждого своя ситуация. Но человек не знает, как ему из этой ситуации выбраться. Тут вот выложила 6 карт и пока любовь-морковь не наблюдается. Тут у человека другие есть вещи. Мы посмотрим его, чувствуя вас. Потом давайте посмотрим, а почему у него такая ситуация. А, тут четко деньги. Так, смотрим. и тут четко идет, с кем человек живет, не показана эта женщина пока, с кем человек живет, ой, или с кем он общается. Понимаете, он гнался, здесь что-то связано с материальным, с деньгами. и даже он ходил к кому-то, может быть, чтобы ему помогли, чтобы дороги расчистили, или чтобы деньги пошли. Но здесь в его жизни есть женщина, это может быть и любовница, и жена, и мама, и тетки, как я все говорила, есть женщина, есть женщина, которая, которая и забирает часть этих денег себе, потому что он работает почему-то для этого, он гнался за золотым тельцом, а получает по макушке по голове. Здесь идет такое, что у него враг в самом доме, это как враг, потому что здесь женщина, которая властная, которая добивается того, что ей надо, и может быть, даже магическим путем, потому что вот карта Каласа, она об этом говорит, что это советуется с кем-то, кто имеет такую вот силу. Я не вижу, что у него тут довольство, радость большая. Давайте еще будем смотреть, пододвинем карты и будем смотреть дальше. Тут идет что-то материальное, возможно у него кредиты или какие-то долги, но потому что здесь есть судебные разбирательства, какое-то невыполнение договоров, и это все сказывается там, где он живет, потому что там идут какие-то конфликты, недопонимания. Тут что-то о счастье вначале не вижу. Посмотрим потом вообще о чем он думает. Мы смотрим, доволен ли он жизнью, но что-то тут пытается, карабкается, как лягушка в молоке, то ли набьет лапками масло, чтобы выбраться, то ли потонет. Будем дальше смотреть, доволен ли он жизнью. Так мы будем вот так смотреть. А что вот эта женщина, вот он гнался за деньгами. Что эта женщина, вообще женщина это хочет? Кто она? Что она хочет? Что это за женщина? Эта женщина перекрывает ему пути дороги. Да, эта женщина что-то делает, тут четко выходит, что тайные знания, она чего-то делает, она удерживает этого мужчину. И поэтому сейчас у него начинается разрушение, он не понимает, почему. так, а что, почему ты, давайте спросим, а почему ты недоволен жизнью-то своей? Ну тут, да, почему ты недоволен жизнью своей? Ну тут есть балабушки, которые балаболят, тут идет, понимаете, тут идет такое, что, почему он недоволен жизнью? Вроде бы как у него все, вроде бы как, ну относительно как внешне смотреть нормально. Вроде бы как любовь, но на самом деле здесь идет такое, что любовь-то какая-то искусственная, начитанная. И почему и вот за эту искусственную любовь, что он принимает эту искусственную любовь, ему теперь кирпичами по голове стучит Бог. Могу сказать, что человек иногда бывает не очень чист на руку, это не обязательно, что он пойдет в супермаркет и сворует там бутылку кефира. Нет, он может взять деньги, возможно взаимы, и не отдать. Залезть в чужой садик и что-то взять, втираясь в доверие к человеку. У него что-то сейчас совсем не очень-то, совсем не очень-то. Давайте посмотрим, что еще у него. Ну да, у него проблемы денежные, у него проблемы денежные, проблемы денежные, потому что именно деньги дают ему только радость в жизни, вот такую радость. Еще дают как-то женщины, но это сейчас на данный момент его занимают только монеты, золотые монеты, только они дадут радость, а на самом деле здесь идет луж. Куда бы он ни наступил, у него везде что-то рушится. Ну, он получает по макушке. Давайте теперь спросим, про него мы посмотрели. Посмотрели, что есть какая-то женщина, третье лицо, это больше женщины идет, может быть у кого-то и мужчины водят, есть и такие, но здесь у меня больше идет женщина, и здесь идет, что человек живет в полной лжи, и он в этой лжи так запутался, как в паутине, сам не может выползти, и у него рушится в жизни. Он пытается всем показать, как у него все замечательно, кто-то ездит на машине, одевается, показывает, а на самом деле тут идут долги, нехватка денег, фальшь, обман, возможно, кредиты еще, душат, все фальшь. Хорошо, давайте посмотрим, вот потому, как у него в жизни что-то сейчас не ладится. Показывать он показывает. А давайте посмотрим о его мысли и чувства, то есть к вам, что он-то о вас думает. Ну, могу сказать, что, сейчас я, сюрприз, девочки, вы сюрприз. Я могу вам сказать, что этот мужчина, если вы с ним вместе, и если у вас действительно какие-то разногласия, разногласия могут быть, что мешают третьи лица, и поэтому у него не ладится и материальное, потому что ваша любовь и его любовь тут он любит, он к вам скупком. Подарок вы его, жизненный подарок, который давал толчок на гору Гермеса. А ему это самое важное. Ему деньги, материальное положение, карьера, это самое важное. и то, что чувства у него к вам есть, да, если у вас, если вы живете с этим человеком, встречаетесь, вот эти разногласия из-за третьего лица, здесь нужно, конечно, лично, пожалуйста, обращайтесь, тут нужно действительно делать чистки. Чистку должен делать мастер нормальный, а не онлайн. И если у вас нету силы и дара, и вы где-то прочитали в интернете, как можно сделать чистку, у вас не хватит силы, понимаете, вот, не хватит. Вы не дочистите, а потом на себя же перетянете. А если перетянули на себя, то перетянете на своих детей. Не рискуйте. Каждый должен делать свое дело. Сапожник должен латать сапоги, пирожник должен печь пирожные, а человек силы должен помогать людям убирать то, что нужно от них убрать, чтобы жизнь была счастливой. Я могу сказать, что о вас, он думает, любовь, но он отвернулся, потому что его отворачивают от вас. И без вас, вот видите, как король, он отвернулся, а вот вы, вы подарок, вы давали ему такую силу, силу по карьере, силу жизненную, но его отворачивают от вас. Давайте посмотрим еще, какие у него чувства к вам. знаете, вот человек, с кем живет, то ли он подсознательно, то ли на самом деле уже понимает, или вообще в жизни понимает, что ему нужно отрезать какие-то, может быть, семейные узы, может быть, семейные какие-то догмы. То, с чем он жил, родился, теперь он понимает, что это ведет только к какой-то тьме. И он действительно живет, как ночь такая, месяц светит, темнота, и волки воют. Вот у него он засыпает, и волки воют. Если вы на расстоянии тут пока не было, понимаете, он за вами прослеживает. Могу сказать, что характер у человека очень-очень корявенький. Он бы очень хотел с вами встретиться и, ну вот, да. Вот эта женщина, пусть даже если он с ней живет, а вы выпали, что вы его императрица. Вы выпали, как женщина его императрица, и он не хочет вас отпускать. Вы ему выгодны, потому что этот человек больше выгодник. То есть у него женщина не на первом месте. У него деньги и карьера вообще на первом месте. И я могу сказать, что он за вами прослеживает любыми способами. у кого-то в сетях, у кого-то узнают. Сейчас очень легко все чего-то много узнать. Мужчина очень вас желает, сексуально вас желает. вот он нам что говорит из своей головы. И давайте здесь посмотрим вот так вот еще. Тут жизнью он недоволен, радости у него нет, показуха есть, а вас он страдает. Мы делаем такое маленькое резюме, и чувства у него к вам есть, но его как бы закрывают, он как в каком-то, он вообще попал в какой-то знаете, как кисель, какой-то овсяный. И бултыхается, там и бултыхается. Можно сказать и болото, но кисель как-то лучше. Так, мысли о вас, и что он думает о своем положении, вот да, почему у него так, и мысли о вас, почему? Почему? Потому что он считает, что все иллюзия. вот понимаете, он как будто не видит, вот именно он не видит направленности. Вот как будто такое вот, что человека, как будто он вот бултыхается в каком-то киселе и никак не может ни вперед поплыть, ни назад вернуться, вот на одном месте, как в водовороте в кисельном. Но могу сказать, что почему? У него любовь к вам есть, он не знает как выбор сделать, и в какую сторону делать, и что делать. Вот на человека такое воздействие, что он сам не понимает, что делать. У него единственное, он говорит, мне надо наладить материальное положение, мне надо подняться по лестнице вверх. Вот видите, как поднимается этот мужчина по лестнице вверх, и ему дают благословение, потому что он считает, что так оно вообще и есть, миром правят деньги, и он считает, что и чувства можно как-то за деньги всё это купить, но он ошибается, он ошибается, материальное, конечно, очень важно, но он как маленький мальчик на это реагирует, хоть ему 90 лет, такой мальчик у нас с таким кубком, мальчик наш, давайте посмотрим на этих картах, а что он, то, что любовь есть к вам, да, то, что у него сейчас материальные затруднения, да, он многое скрывает от вас и от окружающих, и от вас от окружающих, что у него не всё в порядке, давайте ещё посмотрим, всё-таки, что он вам хочет сказать, что он, ну, здесь есть треугольник, чётко выпал, что он вам хочет сказать, что он вам хочет сказать, что ему тяжело это всё время нести, он очень устал уже тащить всё, он устал, вообще он устал, понимаете, человек устал, он устал сопротивляться, он устал сопротивляться, вот я говорю, он как в болоте, как в какой-то кашице, а ведь чувства к вам есть, просто тут идёт чётко какое-то воздействие на человека, ему надо, ну, вот иногда говорят, давайте его спасём, давайте его спасём, лично надо обращаться, да, понимаете, он хочет всё разорвать и начать войну, но пока он не очень готов, он уже думает, как, он уже пытается, как, он уже пытается, как, потому что могу вам сказать, что, да, материальный вопрос его очень интересует, и он действительно хочет как-то выбраться материально, и тогда к вам прийти и показать, вот видишь, я всего достиг, я, у меня чувства к тебе есть, я так долго этого добивался, но пока ему перегородка, пока ему перегородка, да, пока он, видите, вот, я ещё карту не вытаскивала, потому что ясновидение, поток, пока он подвешенный на одной ноге за дерево, голова вниз, поэтому, как в кашице варится. Ну, что, вот, хорошо, мы смотрели, доволен ли он своей жизнью, ничего, он не доволен, висит он подвешенный, на одной ноге повешенный, жертва, это он так считает, что он жертва, вы давали ему такую силу, чувства у него к вам есть, он устал бороться со всеми этими ветряными мельницами. А давайте посмотрим просто, а какой совет вам даст это золотое таро, что вам, вот мы посмотрели про него, может быть, кто-то обрадовался, что бывший у него там не ладится и хорошо. Не надо злорадствовать, потому что мы все, мы все с вами на одной огромной тарелке, и все мы вместе, и любые поступки, они все наши, как я объясняла, намерения, они там внизу, как в айсберг, мы не видим, они все положительные. И я объясняла, почему, а вот как мы это показываем, и для других, как это выходит, это другой вопрос. Нет никаких грехов, есть только наши поступки. За любой наш поступок идет ответ, за любой. Что вам советуют, как вам поступить? вам посоветуют. Ну, вам тут совет дан, это вы сами решайте, потому что решение принимать вам. Вот вы вышли, вам, вы вышли, женщина, королева посохов, королева, которая знает, движется вперед, королева, которая тоже может обладать серьезными знаниями. Вот эта кошечка черная рядом с ней. Тут говорится о том, что если хотите, то ему надо помочь. Да, нужно помочь, и кому-то нужна чистка, кому-то, может быть, нужно как-то ему помочь советом. Еще раз говорю, деньгами мужчинам не помогайте никогда. Мужчина должен добиваться всего сам. Не делайте глупостей никогда. Вот мужчина, женщина, не может давать деньги. Так веками установлено. И тут дано, что вы, если хотите, то вы можете ему помочь. Тут идет, что вы можете ему помочь каким-то образом, подняться вверх. Может быть, почистить его надо. Это смотреть, надо точно, что за воздействие. Может, у него просто уже усталость от, нервоз уже от всего. Что еще вам советуют? Ну, вот две королевы. То есть, вы воплощение и любви, и движение вперед. И знаете, вот смотрите, что советуют. Совет такой. Еще попыса. Тут действительно, женщина, вот у многих выйдет, что действительно женщина будет обладать какими-то, вот вы именно, обладать какой-то силой, каким-то, каким-то даром. Не обязательно это, что совсем там ведьмачка, колдушка. Может быть, породу есть. И вот эта вот интуиция. Здесь идет такое, что нужно, знаете, как помочь. Вот как-то под дурачка скосить, под дурочку скосить. И помочь. Ну, решение, конечно, за вами будет. Давайте посмотрим, а стоит ли. Вот карты говорят, что да, можно попытаться ему помочь каким-то образом. Если он уже давно с вами уже на отдалении, то тут ему только могут помочь какие-то высшие силы или люди силы. Светлые люди силы. Давайте вот так спросим, а надо ли вам вот помогать, если вы можете ему каким-то образом помочь, убрать, например, воздействие, чтобы он пошел по светлой дороге. Надо ли? Ну, здесь, как я сказала в начале, действительно, мужчина этот еще вот, ну, не дорос. Не вырос он, как я говорю, из красненьких маленьких шортиков, потому что ему надо еще развиваться и духовно. Вы давали ему этот духовный путь. Да, потому что именно вы давали этот духовный путь, без вас он просто рушится. Он без вас разрушается. Но здесь четко идет, еще не конец. Поэтому здесь выбор, почему я всем говорю, выбор за вами, потому что это ваша жизнь, у каждого индивидуальная. хотите, помогайте мужчине, хотите его чистить и хотите, помогайте его там другим способом, чтобы он вытащился из этого болота. Потому что у мужчины сейчас не все в порядке, и он совсем недоволен жизнью, и личной жизнью он тоже недоволен. У него раздрай. Хотя внешне очень показывает, что он как царь и бог, император наш без корона и корона на трусиках застрял. Ну, вот такой вот. Он действительно еще как бы не дорос до такого мужчины. Не важно, сколько ему лет. И он столкнулся с такими вещами в жизни, а духовно не дорос. Вот такой у нас был сегодня расклад. На втором канале тоже будет сегодня расклад. И также смотрите, подписывайтесь в группу, Фейсбук, мои контакты, также Яндекс.Эфир, смотрите, там другие видео, многие выходят. Мои контакты вот перед вами плюс 995-593-36-95-44. Писать буквами вайбер или ватсап. Пожалуйста, прошу, не звоните. Мне сегодня ночью какой-то молодой человек, у которого, наверное, не все дома, в 3 часа ночи звонил и звонил. Пока я не заблокировала. Потому что звонила с телеграмм, мне было сложно заблокировать. Блокировано еще в полусне в таком, когда я работала, заснула в 2 часа ночи, а в 3 там начались звонки и звонки. У меня как вернуть девушку? Ну, знаете, у меня было такое впечатление. Молодец, девушка. Молодец. Простите, пожалуйста, ну, потому что вот так. И также в описании мои контактные данные. Нажимайте на название видео, и там еще открывайте, читайте, находите мои контакты, мои телефоны. И также в закрепленном комментарии. Я всем желаю счастья, я всем желаю радости и научиться вот этой вот самодостаточности, научиться самостоятельно идти по жизни, научиться радоваться и привлекать к себе эти материальные блага, блага личные, блага физические. Это мы все привлекаем сами. Радости, любви, счастья и огромного материального благополучия. И улыбайтесь, потому что я вам часть силы сейчас вот отдаю. Держите. Пока-пока. С вами была Вивьена.